Бисмилей рахмани рахима, саламу алейкум и рахматуллах. Власти Румынии хотят передать в Россию беженку из Украины. Это Амина Гириханова, 36-летняя уроженка Чечни, которая проживала на территории Украины и которая вместе со своим 8-летним сыном попыталась вместе с другими беженцами покинуть эту страну ввиду военной агрессии со стороны России против украинцев. Примерно в середине марта она пытается пересечь украинско-румынскую границу, где власти Румынии задерживают ее внимание по запросу России. Россия ее запрашивает и власти Румынии ее задерживают. Сейчас я расскажу вам подробности, но сперва я прошу вас подписаться на этот канал, поддержите этот канал подпиской, поставьте прямо сейчас лайк, не откладывая. Тем самым вы выводите это видео в топ, а именно сейчас важно, чтобы наибольшее количество людей, как можно большее количество людей посмотрело этот ролик. Итак, Россия запрашивает Амину Гириханову. В отношении нее на территории России сфабриковано уголовное дело, мол, там ее муж был в Сирии, она была в Сирии. Короче, придумали дело и подали ее в Интерпол. Примерно в 2017 они это делают, а в 2016 до этого она уехала из России ввиду преследования. Потом они подали ее в Интерпол. Сперва они ее преследовали, забирали ее в Чечне и так далее. Из-за ее мужа, который якобы там куда-то уехал. Затем власти Украины, когда она уже была там и когда Россия сделала этот запрос через Интерпол, начинают разбираться в ее деле и приходят к выводу, что дело сфабриковано, что она не виновата. Это было еще тогда, власти Украины это делают. Они приходят к такому выводу. А сегодня власть Румынии задерживает эту женщину, бедную женщину, и забирая ее сына, саму ее сажают куда-то в СИЗО, в тюрьму и так далее. И пытаются ее сейчас выдать в Россию. Этим делом занимается, кстати, правозащитная организация ВАИФОНД, учредителем которым является Мансур Садулаев. Ссылки на Телеграм, Ютуб и их сайт, а также, возможно, Фейсбук, все будут в описании. Переходите, подписывайтесь. Если вы захотите с ними связаться, можете это сделать через их Телеграм-канал, ссылка на который, как я уже сказал, будет в описании. Они пытаются ей помочь, то есть они пытаются через ее адвоката взять у нее доверенность. То есть она должна подписать кое-какие документы, но эту подпись никак не могут получить. Соответственно, ВАИФОНД не может юридически этим заняться. Мы просим вас, у кого есть такие связи, помочь, посодействовать в этом. Важно сейчас сделать все возможное, чтобы румынская власть не передала Амину Гириханову в Россию. Ее восьмилетнего сына забрал его двоюродный дедушка, то есть дядя его отца. Это некий Амруди Бахарчиев. Он сам является жертвой, можно сказать, первой российско-чеченской войны. Он сам является инвалидом. Он был вынужден приехать, забрать этого мальчика. А его мать, мать этого мальчика, Амина Гириханова, сейчас находится в заключении. И это тот случай, когда власти Румынии, вообще власть имущие, это вот классический такой пример, когда власть имущие, понимая, что они ошиблись, вместо того, чтобы признать свою ошибку и сказать, да, мы вот здесь совершили ошибку, извините, вместо этого они еще сильнее усугубляют ситуацию. Говорят, они распространяют фейковые новости о том, что она якобы террористка и так далее. То есть власти Украины, спецслужба Украины пришли к выводу, к окончательному выводу, что это было сфабрикованное уголовное дело, которые, подобные дела, тысячами фабрикуются в России. А власти Румынии, не желая признать свою ошибку, не желая идти, так сказать, на попятную, идут вперед, прям ломятся. Мы не можем сегодня допустить, чтобы Амину Гириханову передали. Были проведены несколько митингов в Европе, в ее поддержку, был в Вене, сегодня, кстати, тоже был в Осло, в Норвегии. И мы всех благодарим за то, за вашу поддержку и за ваши старания. Это очень важно, чтобы вы, мы все сегодня поддержали Амину Гириханову. Да и не только. Я ранее говорил, ссылка на это видео, кстати, будет где-то здесь, либо в описании, о том, что польские пограничники 9 марта передали России Магомеда, уроженца Дагестана, который также был беженцем из Украины, также проживал давно в Украине, был женат на украинке. И вместе со своей женой он пытался пересечь границу, украинские пограничники его пропустили без проблем, а польские пограничники взяли, задержали и передали России. 8 марта его задерживают и 9 марта, на следующий же день, его передают. Несмотря на то, что сегодня идет война с Россией, несмотря на то, что Россия может в любой момент напасть на Польшу, на Румынию и так далее. Мы прекрасно понимаем, что если сегодня Россия выиграет в Украине, то следующими будут уже другие страны, потому что аппетиты, геополитические аппетиты России, они всегда были известны. Они не были никогда умеренными. Россия не может с кем-то на равных сосуществовать. Она может только порабощать и эксплуатировать, и уничтожать, и унижать достоинства различных народов, которые находятся под ее влиянием. И несмотря на это, понимая это, европейцы сегодня выдают российских диссидентов по запросу России. Россию давно пора исключить из Интерпола, давно пора ее исключить из всех всевозможных международных организаций, потому что верить России это себя не уважать. Продолжение следует... Переходите, тоже подписывайтесь. У Вайфонда, кстати, бывают иногда финансовые затруднения с тем, чтобы оплатить сайт и провести какие-то другие юридические моменты с их клиентами, чтобы им помочь, финансово как-то помочь и так далее. Хотя сама по себе Вайфонд организация, она старается все это делать с помощью своих собственных средств. Но если вы хотите помочь, то свяжитесь с Вайфондом через их телеграм-канал, ссылка на который обязательно будет в описании. И предложите помочь им тем, чем можете. К сожалению, нет их реквизитов, я бы их выставил, но вы можете помочь им непосредственно, связавшись с ними. Еще раз, распространите этот ролик, поставьте ему лайк и будем молиться за то, чтобы Амину Гириханову не выдали в Россию. И чтобы это были последние случаи, когда кто-либо был задержан по запросу преступного оккупационного режима Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok